Здравствуйте! В эфире новости. С вами Олеся Акинфеева. Сегодня в выпуске. Смотрите. Почтили память героев. Отметили наградами тех, кто готовит будущих офицеров. Кто занимается на производстве для обороны промышленного комплекса страны. В Серпухове прошли мероприятия ко Дню Защитника Отечества. Паспорта в торжественной обстановке. Сегодня глава вручил ребятам их главный документ. Масленичная неделя. В МФЦ сегодня встречали чаем со сладостями. В комплексном центре социального обслуживания и реабилитации Серпуховский ели блины. 23 февраля мы отметим День Защитника Отечества. В канун праздника на площади славы почтили память героев, отдавших жизни за мирное небо. Глава Серпухова, руководители общественных и структурных объединений, жители муниципалитета возложили цветы к Вечному огню. Затем во Дворце культуры России прошел праздничный концерт. Зимнее солнечное морозное утро. На площади славы выстроены курсанты Серпуховского филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Будущие защитники нашей страны. С красными гвоздиками в руках все идут к Вечному огню. Возлагают цветы глава Серпухова Сергей Никитенко, председатель контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова, городской прокурор Роман Денисов, начальник филиала Военной академии РВСН Андрей Морозов, благочинный Серпуховского церковного округа Иерей Игорь Чабан, депутаты, общественники, офицеры, ветераны боевых действий, курсанты. Далее все перемещаются в зрительный зал Дворца культуры России. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, начинается с выступления курсантов филиала Военной академии и обращения главы. В этом году эта дата, праздничная дата, имеет особое значение. Страна наша столкнулась и находится в особых условиях, условиях вызова. Для нас немаловажно осознавать, что сотни тысяч россиян, военнослужащих Министерства обороны, сотрудников правоохранительных органов, Министерства по чрезвычайным ситуациям в настоящий момент находятся в зоне проведения специальной воинской операции и выполняют боевые задачи, зачастую с риском для собственной жизни, для того, чтобы мы оставались единой великой страной. Глава вручил богодавственные письма тем, кто сегодня готовит будущих офицеров, кто занимается на производстве для обороны промышленного комплекса страны и тем, кто продолжает следить за безопасностью Серпухова. «Основное направление наше – это патриотизм среди молодежи. Это сейчас доказывается, где проводят специальные военные операции. И мы, как Росгвардия, стараемся участвовать во всех мероприятиях, где участвует молодое поколение наше. Проводим беседы, агитацию, рассказываем, показываем, обмениваемся опытом с молодым поколением, чтобы они выросли все достойными градами нашей страны». Патриотизм начинается еще со школьной скамьи. Сейчас в каждом образовательном учреждении есть отряды юноармейцев. Большая часть ребят вступает в него уже с пятого класса. Сегодня для них особенный день. Им вручают значки юноармейца, глава Серпухова и начальник филиала военной академии. Получить значок – это очень важно, потому что таким образом мы вступаем в ряды юноармейцев. Юноармейцам быть классно, потому что становимся патриотом своей страны. «И мы посмотрели, как старшеклассники это делают, и нам тоже очень понравилось. Мы решили тоже вступить в эти ряды. Ты получаешь знаний, и коллектив твой, и друзья новые появляются. Тебе обдают военную подготовку, ездить по всяким соревнованиям». «Глядя на этих прекрасных молодых ребят и девчат, мы понимаем, что у нашей страны, у нашего города есть прекрасное будущее. Пусть праздник придаст силы и тем, кто находится в этом зале, и тем ребятам, которые выполняют боевые задачи. Я всем желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия». Свои награды сегодня получают и преподаватели, сотрудники филиала военной академии. Поздравляют с присвоением звания «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации». Это особая гордость и как пример всему подрастающему поколению. А в молодежном центре «Патриот» вручили паспорта. Свой главный документ гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке получили 13 юных серпуховичей. Это отличники учебы, победители предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. 13 юных серпуховичей принимают на себя почетное звание гражданина России и клянутся своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет родного Серпухова, быть настоящими патриотами своей страны, достойными памяти героев, которые отдали свою жизнь за честь и независимость Родины. Среди них – сестры Истомины. Кристина – унтер-офицер второй статьи кадетского корпуса серпуховского адмирала Эссена. За успешную учебу награждена орденом 20-летия рождения корпуса. Каролина – георгиевской лентой 4-й степени. Мы заинтересовались этим делом, пришли, и нам настолько все понравилось, что мы решили остаться. Пошли бы на военное, но это еще не решено. Хотели бы свою жизнь связать с военным делом, так как раз начали уже ходить, то можно и продолжать, как говорится, Родину защищать. Первый важный документ ребятам торжественной обстановки вручил глава городского округа Сергей Никитенко. Я поздравляю вас, ребят, с этим событием. Желаю вам в вашем возрасте, конечно же, хорошо учиться, крепкого здоровья, уверенно идти, ставить перед собой цели, ничего не бояться, идти только вперед. И с гордостью, где бы вы ни находили, предъявлять паспорт гражданинам Российской Федерации. Накануне праздника Дня защитника Отечества ребят также поздравил начальник Серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майор, почетный гражданин городского округа Серпухов Андрей Морозов. Глядя на вас, мы понимаем, что у нашей страны, у нашего города есть прекрасное будущее. И мы ни в коей степени не сомневаемся, что каждый из вас, получив сегодня документ, паспорт, будет с честью внести высокое звание гражданина Российской Федерации. Генерал-майор, почетный гражданин городского округа Серпухов Андрей Морозов вручил активистам юнармии благодарственные письма начальника филиала военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого за успешное прохождение дистанции марш кремлевских курсантов протяженностью 30 километров. Пятерки лучших – Маргарита Маркина. Каждый должен стать участником кремлевского марша, так как это память о наших прадедушках. Каждый должен помнить и чтить память о наших героях, и это должен знать каждый, кто армейец. В торжественной церемонии вручения паспортов приняли участие депутаты Московской областной думы Татьяна Корзубова и Городского совета Надежда Еремина. Сто сортов чайной продукции выпускают в Серпухове. Глава познакомился с производством компании универсальной пищевой технологии. О дне сегодняшнем и о перспективах развития шел разговор на встрече с руководством завода. Мы не просто берем чай на рынке, взяли, давай фасад, они на место выезжают, пробы снимают. Есть определенные категории, есть цилонский чай, допустим, листовой, у него еще артикулов куча, и мы выбираем именно тот артикул, который нам нужен. Заместитель генерального директора рассказывает о том, что предприятие сотрудничает с ведущими мировыми поставщиками сырья. Проведенные два года назад модернизация производства позволяет купажировать любые виды чая. Компания универсальной пищевой технологии в прошлом году отметила свое 20-летие. Есть стандарты сырья, которые мы закупаем в Сейлоне, в Кении, в Индии. Потом эти стандарты сырья, они купажируются вместе, в определенных процентном соотношении купажируются, и специально обученные люди, тестеры, они создают купажи. То есть кто-то любит более терпкий чай, кто-то любит слабый чай, кто-то зеленый. Опять же зеленый чай произрастает во Великобритании, в Китае. За кружкой чая торговой марки «Золотая чаша», который производится на предприятии, обсудили перемены на производстве после модернизации и закупки нового оборудования. Переоснащение позволило увеличить мощность производства до 12 тысяч тонн полезного напитка в год. Важно, чтобы вы так же развивались, привозили оборудование, чтобы экономика ваша росла. Потому что в любом случае это налоги, налоговые отчисления. Мы только за... Мы всегда будем радоваться успехам наших хозяйствующих супер. Спасибо. Развитие у нас есть, инвестиции на фабрики продолжаются. Количественный состав у нас, довольно-таки, я считаю, для нашего предприятия большой, потому что все, многие вещи автоматизированы, больше 200 человек. В текущем году в рамках расширения производства планируется приобрести оборудование по изготовлению двухкамерных пакетиков чаем в индивидуальных конвертах. Компания универсальной пищевой технологии сегодня входит в пятерку передовых предприятий чайной отрасли Российской Федерации. Сегодня утром в эфире радиостанции появилась информация об объявлении воздушной тревоги, угрозе ракетного удара и сообщения с просьбой проследовать в укрытие. Эта информация является недостоверной, подчеркнули в МЧС России. На сервере коммерческих радиостанций в некоторых регионах произошла хакерская атака. Ситуацию нам прокомментировал директор аварийно-спасательной службы Юпитер Андрей Павлов. В 8 часов 45 минут на пульт оператора 112 стали поступать сообщения от проезжающих автомобилистов, что по радио стали слышны сигналы воздушной тревоги и с призывами проследовать бомбоубежище. Данную информацию мы передали в Центр управления кризисными ситуациями. Нам сообщили, что это хакерская атака на спутник связи, что такие же аналогичные сообщения поступали в Белгородской, Воронежской области, Старо-Оскол, Уфа и других нескольких городах России. В случае, если вы услышали подобные сообщения, паниковать не нужно. Необходимо проверить эту информацию, позвонив по номеру 112. Также для жителей города хочу сказать, что у нас система оповещения существует городская, и эта информация дублируется по громкоговорящей связи и сиренами. И в случае, если произойдет действительно ЧП, вы услышите эту информацию не только через радио и средства телевидения, но и на улице через громкоговорители. Особый почет сотому посетителю и горячий чай со сладостями каждому. В многофункциональном центре сегодня отметили сразу несколько праздников. О том, как МФЦ встречал гостей, расскажем далее. Для Галины сегодняшний день начался обычно. Приехала в многофункциональный центр, чтобы получить необходимую услугу, и неожиданно стала сотым посетителем. Я сегодня пришла за справкой из пенсионного фонда. Очень удобно. В одном месте все услуги оказываются. Никуда не надо бегать. Обращаюсь уже неоднократно в этот офис. Сегодня, видите, как мне повезло. Я стала сотым посетителем. Неожиданно, приятно наградили меня такими бусами. Дали такое удостоверение сотым посетителям хранить. Теперь можно насладиться чаем с баранками. Сотрудники многофункционального центра всем посетителям учреждения наливали горячий чай и угощали сладостями. Здесь же устроили выставку детских рисунков. МФЦ – это единое место приема, регистрации и выдачи документов гражданам и организациям при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Серпухове офисы находятся под ум адреса в торговых центрах «Слава» и «Атлас». До свидания, зима! В комплексном центре социального обслуживания и реабилитации Серпуховский сегодня отмечали третий день Масленицы. Ели блины, пели песни под гармонь и плясали. Из-за мороза не во дворе, как обычно, а в помещении. В гости Масленицу просим. В кругу своих друзей, который за последний год заметно расширился, встретили Масленицу в комплексном центре социального обслуживания. Зиму провожали народными песнями под любимую гармонь. И первое, конечно же, «У блина в блиночках». Лучшие коллективы комплексного центра показали, чем занимаются в многочисленных клубах активного долголетия. Одни поют, другие танцуют. Что есть печи на стол мечи, эту присказку придумали у Масленицы в целом. Но для третьего ее дня, который в народе именуется лакомкой, она подходит лучше всего. На Руси в Масленичную среду было принято много и вкусно поесть перед Великим постом. В понедельник уже начнется Великий пост. Но вы все не забывайте, что в воскресенье, в это воскресенье, будет к чин прощения. Мы все будем друг у друга просить прощения. С праздником, крепкого здоровья всем нам желают. С Масленицей! На лакомку, как и в любой другой день Масленицы, нельзя грустить и поддаваться унынию. А то они и проводы зимы, уже изрядно поднадоевшей, чтобы расслабиться и просто порадоваться скорому приходу тепла. Скажем, скорей мы семье, до свидания! Масленичную неделю многие хозяйки делятся друг с другом рецептами приготовления вкусных блинов. Одни продолжают традиции и пекут их по рецепту своих бабушек и мам. Другие любят пробовать новое. Своим рецептом готова поделиться многодетная мама Ирина Акимова. Ей дала его знакомая, когда увидела, сколько времени Ирина тратит на выпекание блинов для своей большой семьи. Так что теперь экономит время и радует вкусностями. Рецепт теста очень простой. Берем 5 яиц, литр молока, щепотку соли, 2 столовые ложки сахара, 700 грамм муки. Все это замешиваем. Еще можно добавить ваниль, кто любит. Замешиваем в однородную массу и готовим кипяток. Пол-литра кипятка, добавляем чайную ложку соды и эту бурлящую смесь сразу же заливаем в тесто. Перемешиваем и таким образом у нас получается заварное тесто. Добавляем туда 2 столовые ложки растительного масла, перемешиваем. Тесто готово, можем выпекать блины. Ставим сковородку на огонь. Каплю масла. Чтобы блины были тонкие, нужно, чтобы тесто было жидкое. Начинки к блинам придумывают самые разные. На первом месте, конечно же, мясные, а любят блины и со сгущенкой. У Ирины тоже есть свой рецепт начинки. Она подходит тем, кто следит за фигурой. Нежирный творог добавит щепотку соли и немного измельченного укропа. А кусочек малосольной семги добавит пикантности. Чтобы блины были не только вкусными, но еще и полезными, тот же самый рецепт в конце, когда уже тесто готово, добавляется 50 грамм закваски. Это тесто остается на 3 часа. И после этого уже выпекаются блины. Эта закваска у меня есть, потому что я занимаюсь хлебом. Я выпекаю дома домашний, ремесленный хлеб. Такая закваска может быть не у всех, но она насыщена микроэлементами и полезными бактериями. Наши блины готовы. Приятного аппетита! Записывайте рецепт и пользуйтесь на здоровье. 5 яиц, щепотка соли, 2 столовые ложки сахара, щепотка ванили, 1 литр молока, 700 грамм муки. 300 мл кипятка, 1 чайная ложка пищевой соды, 2 столовые ложки масла. Остановим и поздравим. Накануне Дня защитника Отечества наши коллеги с радио вместе с госавтоинспекцией провели специальную акцию с подарками. Не штрафовали и не ругали. Даже не просили предъявить документы. Останавливали, поздравляли, вручали кружки, блокноты, ручки и флажки. А еще напоминали о правилах дорожного движения. Как говорится, совмещали приятное с полезным. Поздравляем вас с уступающим праздником. Желаем вам всего хорошего, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения. Вручаем вам такой тематический плакат. И подарок от Роспорта. Госавтоинспекция поздравляет всех мужчин с праздником. Желаем им крепкого здоровья, благополучия, соблюдения правил дорожного движения и безопасных дорог. Мы хотим от Медиахолдинга поздравить абсолютно всех мужчин с праздником. Пожелать им счастья, здоровья и, конечно, уверенности в себе и надежного тыла. С праздником! Подобные акции с подарками наши коллеги с инспекторами всегда проводят накануне праздников. Отпраздновали свой день рождения? Молодежный совет при главе городского округа отметил свое семилетие со дня основания. На торжестве в центре «Патриот» побывала и наш корреспондент Алина Авдюкова. 25 лучших из лучших собрались по традиции вместе. Праздноват день рождения молодежного совета своей большой дружной семьей. Это представители школьных парламентов, студенческих активов, лидеры общественных организаций. Для меня молодежный совет – это эмоции. Для меня молодежный совет – это друзья. У нас бывают мероприятия в виде киноночи. Это мы раз в месяц собираемся в этом помещении, смотрим какой-либо фильм и наслаждаемся прекрасным вечером. Также у нас бывают чаепития в честь какого-либо праздника. Активисты совета принимают поздравления от почетных гостей. Им вручают грамоты. Молодежный совет при главе городского округа был создан в феврале 2016 года. Праздники, круглые столы, акции. На счету ребят более 2000 мероприятий. У молодежного совета очень разнопладная деятельность. У нас есть патриотические мероприятия, свечи памяти, экологические мероприятия, субботники. У нас есть просветительские мероприятия, классы, часы на различные темы. Останавливаться на достигнутом ребята не собираются. В марте стартует новый проект «Дискуссионный клуб». 20 лет творчества, переживаний, радости и успеха. Свой юбилей отметил детский хореографический коллектив «Стиль» – большим праздничным концертом. Поздравить руководителей и воспитанников с важной датой. Приехали родители, друзья и почетные гости муниципалитета. Два десятка лет «Стиль» радует жителей своими яркими выступлениями. В ансамбле выросло не одно поколение, и на сцену вместе с детьми выходят их родители тоже в качестве артистов. Очень много выпускников приводит нам наших деток. И самое, наверное, большое мое достояние, моя гордость – это те мамочки, которые были когда-то ученицами, а сейчас они привели деток, и сейчас они у меня до сих пор танцуют. Своих детей мы привели с детсадовского возраста. Танцуют дети, танцуем и мы. На протяжении 20 лет мы ходим, да, и занимаемся, и наши дети, и мы родители. Мы родители в вечернее время после работы. Воспитанников ансамбля пришли поздравить и почетные гости. От имени главы муниципалитета благодарственное письмо руководителю вручает председатель комитета по образованию Екатерина Пантюхина. А ведь действительно этот коллектив имеет свой особенный, неповторимый стиль и свою изюминку. Поэтому радуйте нас дальше, процветания вам, здоровья, благополучия, побед в конкурсах всех уровней. Но самым лучшим подарком к юбилею ансамбля стало звание победителей национальной премии «Щелкунчик» в области хореографического искусства. Коллектив также получил сертификат о признании членом Международного совета по танцу ЮНЕСКО. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на нашем канале и следите за свежими новостями во всех наших социальных сетях. Будьте в курсе событий. Хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога. Вы можете заказать по телефону 76 48 48. Код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.